Так, отлично. Вроде бы меня слышно и видно. Друзья, давайте еще буквально минутку... Хотя, чего уже ждать? Уже 12 часов. Ну, тогда давайте начнем. Меня зовут Максим Васюхин, я продакт-менеджер компании Epimatico. И сегодня у нас достаточно интересная тема. Я думаю, многие из вас любят чего-то новое, новинки. И вот сегодня я вам расскажу и покажу некоторые новинки конца этого года от компании Ялинг. Это, собственно, в конце года расширил сильные дни конференции телефонов, аудиоконференции телефонов. Это новая модель CP960 и CP920. И у Ялинг появились новые репитеры. Т20 и Т20Ю. Сегодня, собственно, я вам про них расскажу чуть побольше. Как можете видеть, на столе передо мной эти модельки телефонов стоят. Вы всегда можете посмотреть, затем на нашем сайте эти карточки товаров, почитать подробные описания про эти телефоны, про эти модельки. Кроме того, про 960 телефон я рассказывал не так давно, может быть, несколько недель назад. Опять же, заходите, подписывайтесь на наш канал в YouTube, на канал Epimatico. Там доступны все наши трансляции, все наши вебинары. Мы их обязательно записываем. И, собственно, на том вебинаре мы вместе с нашим коллегой из пиар-отдела рассказывали про этот телефон. Ну, собственно, вот так на сегодняшний день выглядит обновленная линейка конференции телефонов. Сразу хочу сказать, что все, о чем я сейчас говорю, уже доступно в нашем складе, уже продается, и уже есть счастливчики, которые используют это оборудование. Ну, собственно, младшая линейка в линейке конференции телефонов – это телефон CP920. Вот он у вас на слайде можете посмотреть. И, собственно, у нас сейчас в продаже имеется только комплект с CP960, с беспроводными микрофонами. Но, если вам вдруг эти микрофоны особо не нужны, или вы хотите их позже купить, то есть возможность приобрести отдельно конференциальный телефон CP960 и отдельно микрофоны, как беспроводные, так и проводные. Ну, собственно, дальше давайте я вам расскажу чуть подробнее про каждую модель. Вот 960-й телефон сейчас у вас на экранах. Цена указанная, это рекомендованная цена в рублях. Хочу обратить внимание, что это цена на комплекты и на двумя из входных микрофонов. На телефонный аппарат отдельный для микрофона вы цену можете уточнить у вашего менеджера. Ну, из особенностей этого телефона, ну, во-первых, это дизайн. Я думаю, уже многие обратили внимание, что темнился сильный дизайн аудиоконференциальных телефонов. Если кто помнит старый, предыдущую модель CP860, это, конечно, уже совершенно другой телефонный аппарат. И очень важная и отличительная особенность – это большой экран 5-дюймовый и внутри Android. Это открывает очень много возможностей для этого телефона. Ну и, в принципе, Ялинк с выпуском этой модели совершил такой технологический, в принципе, прорыв в конференциях. Потому что, по мнению Ялинка, и, собственно, это мнение сложилось после получения многих отзывов от пользователей, от партнеров, конференциях в наше время занимает все больше и больше места и, соответственно, уже стандартных решений не хватает для того, чтобы, скажем так, решать много рабочих моментов. Например, Ялинк, собственно, идет много со временем и вот в 960 телефоне вы уже можете увидеть, например, встроенный Wi-Fi и Bluetooth. Потому что сейчас технологии развиваются, технологий очень много, и пользователи в своих офисах используют совершенно разные способы включения. Кого-то, может быть, нет возможности вытянуть провод в переговорку или не хочет этого делать. Соответственно, пожалуйста, решение есть, можно использовать Wi-Fi. Bluetooth, соответственно, нужен для подключения мобильного телефона, с которыми сейчас никто из нас не расстается. И, соответственно, можно подключить как одного из участников конференции мобильный номер. Так, Марина, я надеюсь, не все пропало еще. Коллеги посмотрят, я не знаю, попробуйте, можно и браузер ваш перезагрузить. Ну и, соответственно, CP960 телефон Ялинку удалось сделать, наверное, невероятное. Они увеличили радио захвата голоса с 3 метров до 6 метров. То есть, это реально в два раза. Могу сказать, что мы проверяли, я очень долго изучал этот телефонный аппарат, и это очень даже похоже на правду. То есть, реально три встроенных микрофона, которые есть в этом конференции телефоне, позволяют захватывать голос в радиусе до 6 метров, и это отличное качество голоса. И отличительная, важная особенность этого телефона, в нем не идет в комплекте блок питания. И, в принципе, не предусмотрен разъем для блока питания. Вот такое вот решение от Ялинка. Я не знаю, давайте, кстати, небольшой опрос сразу устроим. Как вам такое решение? Как вы думаете, будет полезно или бесполезно? Зря они это сделали. И, собственно, питание телефон может получить по технологии FOE. Коммутаторы вы всегда можете приобрести у ваших партнеров, либо в компании Affymatic. Ну, собственно, про беспроводные микрофоны. Сейчас они, их можно купить в комплекте с телефоном CP960. Какая у них отличительная особенность? Во-первых, микрофоны работают по депту. Это действительно круто. Они беспроводные, и в них очень хорошие аккумуляторы, которые очень долго не требуют подзарядки. Но, соответственно, для подзарядки используются такие вот очень эргономичные, собственно, зарядные устройства. Для чего, собственно, эти микрофоны нужны? Ну, опять же, возвращаясь к прошлому вебинару, очень советую вам посмотреть. Там подробно все эти моменты расписывали. Микрофоны – это очень удобно. Очень удобно их использовать, переносить. Например, там какой-то докладчик читает, что-то рассказывает о доске, рисует, показывает какие-то графики. И, соответственно, этот микрофончик можно поставить рядом с ним. И будет прекрасный захват голоса, прекрасное качество звука. Вот. И, собственно, у этих микрофонов также до 6 метров захват голоса. И, в общем, в целом, можно там до 20 метров увеличить зону покрытия, зону захвата голоса, конференции телефона. Ну, опять же, для удобства на микрофоне расположены даже не клавиши, а сенсорные клавиши. Включение звука. Ну, действительно удобно, когда не нужно что-то переговорить в большой эфир. Ну, и, собственно, вот эта вот новинка, про которую мы еще особо не разговаривали, но она уже есть, она официально анонсирована. Этот телефон, телефон CP920, это младшая модель в линейке конференции телефонов. Вот я один. Что про нее хочется сказать особенного? Во-первых, ну, давайте, наверное, попробуем сравнить ее с 960. Ну, в первую очередь, там нет Android. Это Nix-подобная платформа, на которой уже Geolink, собственно, пишет свое программное обеспечение. Здесь, как вы видите, меньше экранов. Здесь уже нет сенсора. Единственное, что здесь осталось сенсорное, это кнопки. А вот эти вот клавиши, номер набирателя, это все сенсорное. Это не физические кнопки. Очень удобно и очень, скажем так, много со временем, мне кажется. Важная особенность, что в 960 телефоне, что здесь в 920, это захват голоса. Geolink, в первую очередь, думает о своих пользователях, думает о качестве звука. И качество всегда у Geolink стоит на первом месте. И, соответственно, здесь в 920 телефоне, хоть это и младшая модель на сегодняшний день, также увеличивает захват голоса до 6 метров. Напомню, в конференции телефона CP860 захват голоса до 3 метров. Ну, в 920 также 3 микрофона, как и старшие линейки. Звук, разумеется, OptiMHD. Они делают это стандарт, сейчас присутствуют практически во всей линейке офисных телефонов и конференции телефонов, Geolink. Опять же, здесь в этом телефоне встроены Wi-Fi и Bluetooth. И, в принципе, также, как и в 960, либо в 860, если у фоне имеется USB-разъем, в который можно подключить флеш-накопитель какую-то, флеш-диск, и записывать конференции ваши, записывать разговоры как локально, так и на эту флеш-карту. Давайте чуть подробнее теперь поговорим, собственно, что появилось новое, какие новые возможности появились в конференции, в проведении конференции, какие задачи сейчас можно решить с помощью телефонов, например, с телефонов, вот я один. Ну, опять же, дизайн. Geolink очень много внимания уделяет именно дизайну. Как вы можете отметить, дизайн очень схож с первой буквы в названии нашего производителя, Geolink. И, собственно, дизайн привязывает именно к этому. Ну, достаточно органично, достаточно современно и удобно пишется в любой интерьер, как мне кажется. Наши давние слушатели, пользователи наверняка знают о сотрудничестве Geolink, такой замечательной звуковой компанией, работчиком Harman Kardon. И вот 960-й телефон, соответственно, был разработан в сотрудничестве с этим производителем, с этой компанией. То есть компания Harman, скажем так, один из лидеров на сегодняшний день на рынке аудио записывающих устройств. И, соответственно, именно это лидерство, этот опыт Harman передал и вложил в конференцию телефон, ну, отмечу, 960-й только. 920-й телефон был разработан без участия Harman, но это не сильно, скажем так, отразилось на его потребительских свойствах. В 960-м телефоне, опять же, в связи с тем, что там появился большой экран, 5-дюймовый, и все это на андроиде, Geolink удалось сделать так называемую Pentagon Meeting Room. Сейчас очень просто и легко на телефоне 960-м собирать конференцию. Все это происходит буквально несколько кликов. Вы всегда видите всех участников, можете ее управлять. Если вы являетесь инициатором конференции, соответственно, кого-то ставить на блюд. Собирать конференцию можно буквально 2-3 клика. И очень важный момент, когда, даже когда 5 человек присутствуют в конференции, по крайней мере, этому моему опыту, не всегда понятно, особенно, кто сейчас говорит. И голоса бывают очень часто похожи. Либо из-за того, что там качество сигнала, качество голоса иногда бывает не очень хорошим. В этом телефоне в 960-м всегда видно говорящего. То есть, когда начинает разговаривать один из участников конференции, на экране он, собственно, подсвечивается, на экране появляется специальное оповещение, что этот участник конференции сейчас разговаривает. Это действительно очень удобная штука, которая решает эту проблему с идентификацией. Важной особенностью телефонов, аудиоконференции телефонов, как 960-го, так и 920-го, является возможность гибридной конференции. Ну, ни для кого не секрет, что технологий сейчас много. Они достаточно разрозненные. То есть, нет единого, скажем так, стандарта аудиоконференции. Но Ялинк думает об этом, эту проблему знает, и эту проблему он решил. В конференцию телефона можно подключить различные совершенно устройства, использовать различные способы коммуникации для сбора конференций. Можно, собственно, подключить через USB-разъем, например, планшет либо компьютер, ноутбук, на котором запущен скайп, и таким образом собирать людей из скайпа, подключать их к общей конференции. Ну, с СИПом тут все понятно. Конференция телефона работает по протоколу СИП, и, собственно, по этому протоколу могут включаться любые устройства, которые протокол поддерживают. Кроме этого, благодаря встроенному Bluetooth можно подключить мобильный телефон, причем доступна в том числе синхронизация контактов. Ну, опять же, устройство от Ялин будет выступать в этом случае в качестве вывода, скажем так, динамика и микрофона для вашего мобильного устройства. Ну, таким образом, вы можете быстро подключить удаленного сотрудника, например, с помощью мобильного телефона включить конференцию. Кроме этого, чуть подальше я расскажу. У Ялин есть такое замечательное устройство, называется он CPM10, с помощью которого, собственно, можно подключиться к аналоговой линии, которая уже имеется в офисе. Ну, например, не знаю, там все пропало, интернет обрушился, интернет может быть нестабильным в офисе, а поговорить с кем-то надо. Ну, решение есть, не нужно искать FXO шлюз, например, можно через это устройство, которое достаточно недорогое, быстро подключиться к городской линии и, собственно, собрать таким образом, подключить участников конференции. Ну, про микрофоны мы, в принципе, уже поговорили. Опять же, повторюсь, в чем удобство беспроводных микрофонов. Вот, например, в нашем столе, который мы здесь используем в офисе, в котором я сейчас, собственно, сижу и нахожусь, он достаточно большой. И у нас здесь стоит, в нашей переговорной комнате, стоит устройство для видеоконференций. И там в комплекте есть устройство, ну, идентичное, CP860. Но раньше у Ялинка не было беспроводных микрофонов, и нам, действительно, пришлось заказывать, скажем так, сделать специальное отверстие в столе, чтобы вывести эти микрофоны на разные концы столов. И, собственно, мы за это заплатили денег. Но это не очень эстетично смотрится, как мне кажется. Но беспроводные микрофоны эту проблему на 100% решают. Ну, действительно, большие столы, они достаточно дорогие, и не нужно портить теперь. Можно использовать беспроводные микрофоны. Но, опять же, беспроводной микрофон можно чуть-нибудь с собой в кармане носить и передвигаться по большой комнате для конференции. И всегда будет отличное качество захвата звука. Кроме этого, у телефона CP960 есть выход 3,5 мм, через который можно подключить какой-нибудь внешний динамик, например, колонку. И, как один из вариантов, можно использовать это устройство для проведения, например, обучения в больших классах. То есть, когда не подключаются преподаватели из других университетов, например, когда нет возможности использовать видеоконференцию, и чтобы всем было хорошо слышно, можно подключить большие колонки, и, соответственно, вся аудитория будет все слышать. Опять же, есть качество и доступность. Очень-очень удобная функция, очень отличная возможность. Ну и, соответственно, устройство CPM10, о котором я уже говорил, которое фактически подключается через USB-порт к телефоном для аудиоконференции как CP960, так и CP920, которая, собственно, выступает в роли, наверное, фоксо-порта, и с помощью этого устройства можно быстро подключиться к телефонной сети аналоговой, которая у вас уже расположена в офисе. Ну, разные причины, разные способы подключения решают много проблем и решают вопросы с резервированием. Наконец-то Ялинг услышал наши просьбы, услышал просьбы наших партнеров и наших заказчиков, наших пользователей. И теперь, говоря об инвестициях, можно быть уверенным, что при покупке, при установке устройства CP960 в офис вы в любой момент его можете апгрейдить, скажем так, до системы видеоконференц-связи. Фактически вы можете купить этот телефон 960-й, использовать его, и в какой-то момент, через год, через два, после докупить камеру с кодеком, и у вас появится, собственно, возможность для видеоконференции. 920-й телефон сейчас это возможность не поддерживать. это работает только 960-м телефоном. Ну, про конференции телефона, наверное, вкратце все. Опять же, чтобы обратить внимание на цену 920-го, она вполне себе конкурентна, вполне, скажем так, доступна, и можете сравнить ее с ценой для, с ценой CP860-го, например. Но сейчас есть одна важная особенность. 920-му телефону нельзя подключить дополнительные микрофоны, ни проводные, ни беспроводные. То есть на сегодня эта возможность отсутствует, и фактически этот телефон сейчас позиционируется, предназначен для использования небольших либо средних переговорных комнатах. Ну, радиозахвата звука до 6-ти метров позволяет, если с лихвой, скажем так, подрывает площадь небольших и средних переговорных комнат. Вкратце про телефоны для аудиоконференции, наверное, все. Идем, наверное, к не менее интересным устройствам. Это репитеры для наших SIGDEG-телефонов. Это репитеры RT20 и RT20U. Вот так они выглядят. Я надеюсь, вам хорошо видно белый на белом фоне. Почему-то, наверное, это будет гораздо лучше. Ну да ладно. Собственно, вот RT20 – это DECTREPITER, который поставляется только в белом цвете, и RT20U, который поставляется исключительно в черном цвете. Давайте, собственно, посмотрим на характеристики, какие основные отличительные особенности. Ну, главная особенность, наверное, вы уже заметили. В RT20 присутствует уже вилка для подключения сразу в розетку. То есть, фактически, здесь встроенный блок питания в этот репитер. Эти два репитера сейчас заменяют репитеры RT10, если кто-то знает, кто-то помнит еще о нем. Они уже у нас на спаде подходят к концу. Если необходимо, можете буквально делать заказы, там осталось несколько штук. Но уже доступны новые репитеры RT20 и RT20U. они подключаются, оба работают с нашими дек-телефонами W52, W56P. Собственно, они взаимодействуют с базовой станцией этих телефонов. Ну и, соответственно, эти репитеры могут работать и можно включить беспроводные трубки 52H и 56H, соответственно. Ну, какие здесь отличительные особенности? Появилась световая индикация. Это, наверное, самое важное, что больше всего ждали наши пользователи. То есть сейчас есть индикация нескольких режимов. Можете увидеть, есть ли питание, есть ли дек-сигналы, есть ли активные разговоры. Про одновременные разговоры на один репитер также два, как и RT10. При подключении нескольких репитеров по типу звезда можно добиться хендовера. Соответственно, во время разговора вы можете ходить между этими репитерами, между зонами действия, и разговор не будет провелаться. Ну и, собственно, стандартное покрытие по декту. Это до 50 метров в помещении, до 300 метров в чистом поле. Скажем так. Ну, здесь, наверное, что-то нового придумать сложно. Дек достаточно стандартизируемый стандарт, если так можно выразиться. И, соответственно, RT20U. Он проставляется в черном цвете. У него уже нет, вот он мне тут приставлен. У него уже, не знаю, насколько вам видно. Надеюсь, как он будет видно. Его можно крепить на стену. То есть, не обязательно подключать розетку. Если у вас нет такой возможности и нет необходимости, можно выбирать это устройство. Его, собственно, можно как крепить на стену, так где-то поставить. Так же, как и RT10 предыдущий. Фактически форм-фактор очень схож. Те же лампочки индикации. Тут те же характеристики, в принципе, в части техники по депту и по количеству одновременных звонков включаемых трубок. Важная особенность. E-Link сделал, наконец-то, гнездо зарядки microUSB. Очень удобно. Так же, как и в трубке W56H, можно пользоваться стандартным андроидовским кабелем и андроидовским устройством для подключения к сети этого репитера. Ну и, собственно, как они подключаются. Небольшая схемка. Здесь только 56-е телефоны, но на самом деле 52-е телефоны тоже работают, тоже подключаются. Это не Microsoft, это просто репитеры. Они подключаются звездой, скажем так. Один репитер за другим поставить нельзя. на один репитер, возможно, использовать до двух одновременных разговоров. И, собственно, к одной базовой станции можно подключить до пяти репитеров одновременно. То есть фактически можно значительно увеличить зону покрытия декцинау, значительно увеличить в каких-то больших помещениях, расставить. Это все будет прекрасно работать с отличным качеством, качеством приема и сендорием. Собственно, устройства достаточно простые, легкие в настройке, в эксплуатации. Сейчас, мне кажется, все производители уже приходят в стандартный Plug & Play. Достал из коробки, включил и сразу все работает. В общем, установка простая, кабельная работа. Ну, наверное, это все, что можно сказать об этих устройствах. Они просто выполняют свой функционал и отлично вписываются в дизайн помещения. Ну, я думаю, на этом все. Постарался вас сильно не отвлекать в то же загруженное время, время года и деловое время. На слайдах вы видите мои контакты. Собственно, всегда пишите, если остались какие-то вопросы, пишите, звоните и подписывайтесь на наши социальные сети, компания «Опиматика». Если есть вопросы, готов ответить. В том числе у нас присутствуют модераторы и технические специалисты. На этом, наверное, все. Спасибо. Пишите ваши вопросы, звоните, пользуйтесь с вашими устройствами. Ну, если вопросов нет, я вижу, что их нет. Это может быть и хорошо. Тогда на этом с вами прощаюсь. Не забывайте, каждый четверг у нас проходит интересные вебинары по различным, на нашем оборудине по различным устройствам. Все, всем пока, всем хорошего дня. До свидания. Уже. Продолжение следует...